Роскошный, гордый, монументальный, живой город – это и есть Барселона, которая собрала миллионы туристов на Олимпиаду 1992 года, явив миру свой победный облик столицы. Сегодняшняя Барселона предстает перед нами еще более обновленной и прекрасной, оправдывая целиком и полностью свое звание города мира. Барселона поделена на 10 административных районов, включающих знаменитые исторические кварталы Барри-Готик, Барселонетта, Ле-Шампель, парки Манджуик и Сютаделла. Грандиозный кафедральный собор в готическом стиле – храм святого семейства, церковь Саграда Фамилия. Созданный гениальным архитектором Антонио Гауди – самый значительный памятник города, который следует посетить прежде всего. Из района Барри-Готик надо пройти в район Ле-Шампель. Далее по улице Песейш-де-Грасия мы дойдем до Каза-Мила, еще одного замечательного архитектурного сооружения Гауди. И, наконец, Лавигунда-Диагональ, пересекающая наиболее изолированные участки города, приведет нас к храму святого семейства. Храм святого семейства – универсальный символ Барселоны. Смелые и безумные шпили здания воплощают личность самого создателя, Антонио Гауди, и в то же время выражают душу Барселоны за внешней скрытностью, таящий мятежный, честолюбивый и одновременно мечтательный дух. Архитектор приступил к строительству храма в 1882 году, но оставил его незаконченным после смерти в 1926 году. Строительство продолжается до сих пор. Предполагается, что высота храма должна достичь 110 метров. Сам он будет состоять из 7 нефов и 18 башен. Широкий проспект, обрамленный рядами деревьев, посвященный Гауди, ведет к больнице Святого Креста и Святого Павла, Санта-Кроча и Сан-Паула, построенный другим великим архитектором начала 20 века Льюисом Доминик и Монтером. Это здание поражает элегантностью и удивляет не только своей экстравагантной красотой и современным обликом, но и поразительной функциональностью. От больницы Святого Павла отправимся на метро. Имеющее пять пронумерованных веток, каждая из которых обозначена своим цветом и связана с самыми важными туристическими местами Барселоны. Через несколько остановок с одной пересадкой мы доедем до площади Каталония, Пласса де Каталуния, узлового пункта, куда сходятся все основные туристические маршруты, главные улицы города и линии метрополитена. Площадь Каталония – важное место Барселоны. Это граница между старым и новым городом. С одной стороны площади примыкает лабиринт средневековых кварталов, с другой – геометрически правильные линии района Аль-Шампель – пышного квартала для богатых горожан, построенного в конце XIX века, с удобными и комфортабельными жилищами в парижском духе. Вокруг площади располагаются высокие здания, в которых размещены разные государственные и коммерческие учреждения. От площади Каталония отходит Большой проспект Рамбла, окруженный рядами деревьев – очаровательное тенистое место традиционных прогулок по Барселоне. Пользуются его гостеприимством и уличные музыканты со всего мира. В центре Рамбла среди разноцветной толпы располагаются вереница журнальных киосков, кафе, книжных и цветочных прилавков. 23 апреля – праздник Святого Георгия, во время которого принято дарить своим подругам и невестам розу, а от них получать в подарок книгу. Проспект состоит из пяти частей с разной историей возникновения. Например, Рамбла де лестудис получила свое название от первого университета, который ранее находился на этом месте. Ее называют также «птичья Рамбла» из-за живописного птичьего рынка, где выставлены клетки с птицами и аквариумы с декоративными рыбками. А другая часть проспекта – Рабла де Каналетес, носит имя фонтана Каналетес, из которого, как гласит легенда, нужно попить водички, чтобы стать настоящим барселонцем. Прелестная площадь с галереей-портиком приютила самый богатый и разнообразный барселонский рынок – Бакерия. Перед входом на рынок находится очень симпатичное место – Эль Пинохо, позволяющее напрямую пообщаться с барселонцами. Это бар «Фастфуд», где можно заказать бутерброд и стаканчик вина без особых церемоний и формальностей. На участке Рамбла де Капучини расположена колоритнейшая мостовая работы Хуана Миро – еще одного знаменитого барселонца. Следуя этим маршрутам, справа мы увидим Лисеу – оперный театр Барселоны, построенный в 1861 году. Рамбла де Капучини классических отелей Барселоны – отели де Испань. Дизайн первого этажа разработал Доменик и Монтанер. Здесь красуется замечательный алебастровый камин. Со стороны проспекта Рамбла, где он граничит с готическим кварталом, почти напротив театр Лисеу открывается вид на торжественную королевскую площадь – Плац Ареаль, построенную в XIX веке в неоклассическом стиле. Ее фонари созданы Гауди, когда он был еще студентом архитектурного университета. Площадь, украшенная пальмами и портиками, кажется уютным салоном под открытым небом, манящим своими кафешками и скамейками. Проспект Рамбла завершается выходом к набережной и площадью, на которой возвышается памятник Кристофору Коломбу. Открытие Америки, давшее огромные перспективы для развития атлантических портов Испании, нанесло серьезный удар по экономике Барселоны, и все преимущества достались Мадриду, новой столице страны. На площадь выходят фасады здания таможни и старинных арсеналов, которые на местном диалекте называются Дросанес, возведенные в XIII веке, а также огромный великолепный морской музей. Главным предметом собрания музея является реконструированный адмиральский корабль «Дон Хуан Австрийский», принявший участие в битве Лепанто в XVI веке, когда было остановлено продвижение турецкой армии в Европу. По случаю Олимпийских игр полной реконструкции подверглась территория порта, в результате чего город непосредственно соединился с морем без череды старых портовых сооружений. Обустроена очаровательная пешеходная набережная Молда-ля-Фуста, которую знаменитые художники Рой Лихтенштейн и Морискаль украсили великолепными и в то же время забавными скульптурами. Например, огромная фигура Лангуста символизирует ресторан «Гамбринус». Мы следуем по длинной пешеходной улице в старинном жилом квартале Барселонетта. Перед входом в этот квартал располагается большая портиковая галерея, где в свое время жил великий Пабло Пикассо. В галерее находится старинный эксклюзивный ресторан «Сет Портас», в котором можно отведать блюда каталонской кухни, богатые ингредиентами на основе мяса и рыбы. Шеф-повар объяснит, как готовить каталонскую павелью с лангустом, крабами и моллюсками в сочетании с цыпленком. Каталонская зажарка из помидор, сладкого перца и баклажан являются фирменным секретом паэльи. Рис добавляется в блюдо в самом конце, вместе с шафраном, когда все другие ингредиенты обжарены до золотистой корочки и сдобрены пряностями и прочими специями. По другую сторону улицы находится биржа – старейший памятник гражданской архитектуры, возведенный около 1380 года для гильдии каталонских торговых моряков. Здание было перестроено в 1771 году. Сохранился удивительный готический зал, восходящий к XIV веку, который использовался для заключения важных торговых сделок и который символизирует сердце современной барселонской биржи. В 1929 году состоялось торжественное открытие французского вокзала, самого крупного вокзала Европы того времени. Сегодня, после реставрации, здание частично отведено под культурный центр. Со стороны квартала Барселонетта из моря вырастает плод самого блестящего и современного проекта – Олимпийская деревня. Гигантский комплекс с фигурой рыбы в металлической чешуе, выстроенный по проекту Франко Джерри, сверкает на солнце там, где квартал Барселонетта соединяется с Олимпийской деревней. Барселонетта отстроена в XVIII веке для жителей исторического центра города, чьи здания были снесены для строительства крепости. В настоящий день, после грандиозной реконструкции, здесь раскинулись живописные зеленые зоны и пляж, заполненный загорающими и купающимися. Олимпийская деревня Барселония со множеством жилых зданий и гостиниц, с апартаментами класса люкс и инфраструктурой для отдыха и досуга стала одним из самых важных и значительных кварталов Барселоны. Знаменитая канатная дорога доставит нас со старой набережной Моловехио в Манджуик, который отделяет центр города от порта. Замок, возвышающийся над городом со стороны Манджуика, был построен в XVII веке испанским королем для сдерживания попыток Барселоны добиться автономии. Самую монументальную часть квартала Манджуик можно пройти пешком. По Авенгуда-дель-Эстади доходим до спортивных сооружений Палао-Сен-Жорди и Олимпийского дворца. Далее к фонду Хуана Миро, затем, свернув на пешеходную улицу Пайсэш де Санта-Мадрона, к национальному дворцу Палао-Националь с музеем искусств в Каталонии. Еще 10 минут пешком по Авигунда-дес-Мантьянс, и мы окажемся перед публичным испанским парком Пабл-Эт-Спаньоль. Среди главных спортивных сооружений Манджуика можно назвать Дворец спорта и Дворец Сан-Жорди, Палао-Сан-Жорди, работы японского архитектора Арата Исозаки, Университет спорта и Олимпийский бассейн. Самым значительным сооружением Манджуика является новый Олимпийский стадион, построенный в 1992 году на основе прежнего стадиона и спроектированной международной командой архитекторов, которые воссоздали исторический фасад. Холм Манджуик, преобразованный в парк, является местом расположения главных музеев Барселоны. Среди многочисленных скверов выделяются сады Хуана Марагау, окружающий особняк Паласеты Альбенис, официальную резиденцию знаменитостей, посетивших Барселону. Мы доходим до фонда Хуана Миро, где выставлены картины и скульптуры каталонского маэстро, частично под открытым небом, частично в просторных залах музея. Подобно Гауде, Дали и Тапиесу, Миро также выражает солнечные и фантазийные стороны Каталонии, суровой и в то же время преисполненной бурной и вдохновляющей энергией. Национальный дворец Палау Националь, находящийся на панорамной стороне холма, воспринимается как живописный фон роскошного исторического комплекса со световым фонтаном и бульваром, вдоль которого расположена череда дворцов.